Добро пожаловать в Авьеда! Мы вышли на прогулку, как видите, я с рабочим инструментом, с ноутбуком и, пользуясь случаем, приглашаю вас присоединиться к нашей прогулке. Как гастротурист, конечно же, я начинаю изучение города с центрального рынка. Астурийские сыры первое, что мы хотим попробовать. Мы хотим продегустировать сыры из овечьего молока, козлиного кабра и, конечно же, коровьего. Почему в голове кручатся слова говяжьего? Мы возьмем каждого сыра понемногу. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, какой сыр вам больше нравится. Овечьи из козьего молока или из коровьего? Или без плесени. Да, или без плесени. Мы будем сейчас пробовать все виды, но с плесенью. Местная сладость – мармелад из черники и при этом с добавлением орехов. Стоит совсем, мне кажется, немного. 1 евро 98 центов за 200 грамм. Самое популярное блюдо в Астуриес – это качопо. Сейчас качопо готовят из куриного мяса, из говядины и, возможно, из чего-то еще. Но классика из говядины. Это кусочки из говядины, а внутри прослойка из хамона и сыра. Все очень жирное, в панировке и обжаренное в большом количестве масла. Первая наша дегустация – 33 евро. По чуть-чуть сыра и на презенты. Небольшие презенты нашим девчонкам в офис первые. И сыр на пробу нам сегодня. У нас, кстати, есть особенность, когда мы с Зенисом путешествуем, мы обязательно привозим в офис с нашим девчонкам и мальчишкам какие-то презенты и вкусняшки. В Андорре, когда были, это, конечно, были духи для девчонок. Если Астуриас – это мармелад и точно будет какой-то сыр. Продолжаем прогулку. Магазин с виду, конечно же, для туристов. Но давайте посмотрим, какие гастрономические изыски здесь продаются. Ихо Путо. Ихо Путо. Смотри, это сучий сын. Если у вас есть какой-то не очень хороший друг, привезите ему подарок. Скажите, вот самыми хорошими пожеланиями с надписью. Вообще, Ихо Де Путо. Но они немножко сократили. Поели, пора погулять. Мы вышли на площадь Конституции. Мы не будем углубляться в исторические данные. Мы просто насладимся прогулкой по красивому городу. Справа от меня, можете заметить, это мэрия, а юнтамьенто по-испански. И впереди находится собор. Первое знакомство с местным сидром. Начнем с этой милой кафешки на площади с цветами, голубыми окнами и дверями. Давайте посмотрим. Денис уже заказал сидр. Я точно знаю, что мы заказали ассорти из местных сыров. Сидр подают на такой подставке, с которой удобно наливать сидр. Я думаю, что мы дальше проедемся и увидим, как его пьют согласно традициям. Здесь просто подают без особых танцев с губных. Сыр, по идее, очень крепкий. Мы снова заказали эти три самых популярных, известных в Астурии сыров, которые обязательно стоит попробовать. Все, едим. Позади меня кафедральный собор Авьедо. Мы не будем заходить. Лично, по моему мнению, в большинстве европейских городов соборы несколько похожи друг на друга. Я не знаток археологии, искусства и так далее, поэтому просто скажу, что здесь интересно прогуляться. Из фактов для обычных людей, здесь захоронены короли Астурии. Соборы и сад королей открыты для посещения. Если вы захотите посетить, обязательно посмотрите актуальный график, потому что он открывается утром и вечером. В зависимости от праздничных дней и сезона график может изменяться. На сегодня по утрам с 10.30 до 13.30, с понедельника по пятницу и по вечерам с 16.00 до 17.30. То есть, как вы видите, график довольно ограниченный. Через Авьедо проходит самый древний паломнический путь. Поэтому не удивляйтесь, если на улице города вы встретите паломников. Если вы еще не знаете, что такое Камино де Сантьяго, посмотрите прямо сейчас в интернете. Очень интересная история у этого паломнического пути. Говорят, люди, которые прошли этот путь, начинают воспринимать жизнь иначе, становятся более осознанными. Обратите внимание, как интересно оформлена дата и название города. Мы заметили такую особенность в Лионе, теперь в Авьедо. Наверное, это особенность этой части Испании. Я не уверена, как это делать. Можете в комментариях написать свои предположения. Каждый день здесь меняется текущая дата. Мы дошли до парка. Мне такие места нравятся для прогулки больше. Здесь пахнет свежестью, тенек. Кстати, вы знаете, что у нас в Валенсии парк протяженностью 8 километров. И теперь любой парк в любом городе я всегда сравниваю с нашим. Этот парк, конечно же, не такой большой. Он называется парк Эдетон Франсиско. Он находится в центре Авьедо. Но чем он примечательен? Здесь есть такой прудик с уточками, другими птицами. И одна статуя, которая привлекла мое внимание. Я хочу с ней сделать фото на память. Пойдемте. Друзья, хочу познакомить вас со своей подружкой. Мне кажется, мы с ней много в чем похожи. Ее зовут Мафальда. В чем похожи? Расскажу чуть позже. Для начала, сколько ей лет? Ей 4 года. Это героиня известного комикса, который выпускался в 60-70-е годы. Так вот, что мне нравится в Мафальде? Ей не все равно, что происходит в мире. Этот ребенок высказывает свое мнение о событиях, которые происходят в мире. Ее не устраивает общественный современный порядок. Она задает вопросы о месте женщины в обществе, о политике, обо всем том, о чем стоит подумать взрослым. Задает неудобные вопросы, на которые не каждый может найти ответ. В свое время этот комикс был очень популярен. Сам персонаж Мафальды был создан аргентинским художником. Этот комикс был популярен в Азии, в Латинской Америке, в Европе, мне кажется, по всему миру. И даже для Юнисеф вы можете найти в иллюстрациях для конвенции о правах ребенка образ Мафальды. И в 2014 году Мафальда появилась здесь, во Вьеду. Мне кажется, эта девчонка классная. И каждому из нас нужно учиться ее видению на мир, задавать неудобные вопросы и жить более осмысленной жизнью. Прямо напротив храма искусства Театра Кампа Амор находится эта четырехметровая статуя. Друзья, внимание, вопрос. Проверка психологический тест. Что вам напоминает эта статуя? Пишите в комментариях. Раз, два, три. Пожалуйста, напишите, давайте проверим. Итак, правильный ответ. Это жопа. Вы не ослышались. Во Вьеда есть такая инициатива, как музей под небом. Вы найдете множество разнообразных скульптур. Это одна из них. У нее есть ярые противники и есть люди, которые поддерживают такой вид искусства. Внимание, вопрос второй. Как вы думаете, что со второй стороны этой округлой попы четырехметровой величины? Пойдемте смотреть. Пока я иду, давайте вовлекаться немножко, друзья. Ну, правда, как вы думаете, что там? Должно же быть что-то интересное. Обходим. Нет, с какой стороны не посмотри, все та же жопа. Как вам такое искусство? Это уже хорошая статуя. Она создана в честь бездомных, брошенных собак и в честь людей, которые помогают таким животным. Если захотите отправиться на шопинг, во Вьедо, есть предостаточно магазинов. Две улицы переполнены всевозможными бутиками, магазинами известных брендов и так далее. Если вдруг вы так же, как и я, испытываете нежные чувства к бренду Rituals, у меня для вас хорошая новость. Если у вас есть страховка Акса, то вы можете получить скидку 20%. Просто в своем мобильном приложении показываете промо-код и получаете 20% на любые товары. Если вдруг такое случилось недоразумение, что у вас еще нет страховки, обращайтесь к нам, мы подберем оптимальный вариант, учитывая все ваши пожелания. А это обитель Сидра-Вавьеда. На улице Гашкона находится много баров, куда отправляются местные жители и, конечно же, туристы, чтобы отведать самый известный астурийский напиток сидр. Давайте посмотрим, что это за бары, как они подают сидр, вкусный ли он, ну и цены, конечно. Один глоток, за один глоток. Иначе теряет вкус, сказали. Вот так вот. Если вы сидите и по глоточку маленькой вам пьете сидр, значит вы что-то делаете не так. Один интересный факт. Вы знаете, что согласно данным 2023 года, да и многим годам до этого тоже, Авьеда самый чистый город Испании. Он входит в стройку самых чистых городов, с ними еще Бильбао и Виго. А как вы думаете, какие города первые с конца, то есть какие самые грязные? Буду ждать ваши комментарии. Пока пишите, придется дать сразу правильный ответ. Это Пальма, Аликанте и Савия. Согласны ли вы с этим рейтингом? Нам пора отправляться в следующий город Хихон, где мы также запишем репортаж. А у Савьеда мы прощаемся. Посмотрите, какое красивое место для автокараванов. Друзья, если вы планируете путешествовать в доме на колесах, то обязательно загляните в это место. Бесплатная стоянка, безопасная и с красивым видом. Если вам нравится образ жизни цифрового кочевника, вы хотите жить в Испании по визе намада, обязательно обращайтесь в агентство How to Spain. Мы поможем вам с получением всех необходимых документов. Подпишитесь на наш канал. Впереди вас ждет много интересного. Субтитры подогнал «Симон»!